Дорогие коллеги, прежде всего я хотел бы продолжить ту традицию, которую начали первые докладчики и сказать спасибо организаторам конференции. Думаю, что скажу не только от своего имени, но и от имени целого такого десанта, представителей нашего факультета, нашего университета, который участвует в конференции. Спасибо. Мы приезжаем всегда в Казань и чувствуем себя как дома и ощущаем, что эти контакты, и когда ведущие казанские профессора приезжают к нам, и когда мы приезжаем сюда, что эти контакты есть воплощение той незримой связи, которая соединяет старейшие университеты нашей страны. Среди тех трансформаций, которые переживали европейские империи, европейские общества во второй половине XVIII века, важное место занимал вопрос об устройстве системы административно-территориального деления. В большинстве стран Европы основа этой системы сложилась исторически и восходила к Средневековью. Провинции, которые вошли в состав крупных государств раннего нового времени, в течение очень долгого времени сохраняли серьезные особенности в социальном строе, в управлении, в общественной жизни, а сословные организации, которые определяли жизнь в каждой из них, обладали серьезным влиянием. Так что государство даже в тех случаях, когда уже возникли новые модели управления, новые представления о том, как должно управляться общество, вот в этих случаях государства далеко не всегда могли изменить исторически сложившиеся границы. Можно найти, на самом деле, в европейской истории, здесь много всеобщников, и, может быть, у многих из них сразу возникнут какие-то сюжеты в памяти, довольно много примеров такого рода. Из того, что смотрел я, русист, который знает это в основном по литературе, наиболее ярким примером мне показалась неудачная попытка Иосифа II, осуществленная в 80-х годах XVIII века, реформировать границы комитатов в Венгрии. Это привело ко всеобщему отказу сословий в повиновении имперской власти. Ну, нельзя назвать это восстанием, там не было военных действий, но, во всяком случае, Венгрия вышла из подчинения имперской короны, и правительству Иосифа II пришлось отказаться от этой идеи. Можно найти другие примеры в Испании, в австрийских Нидерландах. И, пожалуй, что во всей Европе, да, кстати сказать, в значительной степени видим мы и в Азии, потому что, например, в Китае тоже современные границы провинции восходят к глубокому Средневековью. Так вот, пожалуй, что во всей Европе есть единственный случай, когда ситуация явно иная, которая явно выпадает из ряда, и это, конечно, Франция. Во Франции, как мы знаем, в революционную эпоху старое деление на провинции было отменено, и вместо него возникли новые департаменты. И мы понимаем, что это исключение является исключением, подтверждающим правила, потому что эта реформа, как известно, вызвала серьезнейшую дискуссию во французском обществе, и даже спустя много времени воспринималась как одна из тех самых главных, самых ярких черт того общего слома традиционного уклада жизни, с которым была сопряжена французская революция. Позволю себе цитату. Вот этот аквиль. «Удивляются поразительной легкости, с какой учредительному собранию удалось одним махом уничтожить все древние провинции Франции, многие из которых были старше самой монархии, и методично разбить королевство на 83 отдельных части, словно речь шла о девственной земле нового света. Ничто сильнее не поразило и даже не ужаснуло остальную Европу, не готовую к подобному зрелищу. «Впервые приходится видеть людей», — пишет Бёрк, кстати, Таквиль цитирует Бёрка по памяти и не точно. Я нашел оригинальную цитату, смысл ее примерно такой, но Таквиль заострил слова Бёрка. «Впервые приходится видеть людей», — пишет Бёрк, «которые так по-варварски режут на куски собственную страну». И мы знаем, что вплоть до XX века периодически во Франции возникали среди правых идеи возвращения к старому административному делению все прекрасно знают, где проходила старая граница какой-нибудь Шампании. И последний раз всерьез на уровне правительства это обсуждалось в эпоху режима Виши. Ну и сейчас периодически отдельные политические силы во Франции этот вопрос ставят, но это уже силы довольно-таки маргинальные. И на этом фоне, конечно, огромный интерес представляет губернская реформа, которая была проведена правительством Екатерины II в 1775-83 годах и продолжилась еще серия преобразований, о которых я упомяну чуть позже. По масштабу перемен, которые произошли в административном устройстве государства, она напоминает департаментскую реформу во Франции и резко отличается от происходившего в других странах. Ну и здесь хочется сделать такую ремарку, что когда мы говорим о каких-то сюжетах, связанных, например, с историей регионов, а это такое направление, которое активно развивается в мировой науке в последнее время, вот те, кто с этим так или иначе сталкивался, хорошо знают, что когда мы контактируем с европейскими коллегами, у них нет проблем, потому что, как правило, границы какого-нибудь региона, границы провинции, они и сейчас примерно такие же, как бы это было в каком-нибудь XVI или XVII веке. У нас это совсем не так, потому что были две крупные эпохи преобразований, первая из них пришлась на последнюю четверть XVIII века, и преемственность уже была разорвана, и потом вторая, как известно, пришлась на ранние советские годы. Ну, если говорить о первом блоке этих преобразований, то, конечно, вопрос о том, почему у правительства Екатерины II получилось то, что не получилось у большинства абсолютистских империй той эпохи европейских, это вопрос очень крупный, который выводит на разговор о глубинных особенностях российского исторического процесса, о тех особенностях, о которых в свое время много писал Леонид Васильевич Милов. Но до того, как этот глобальный вопрос будет решен, Шон имеет смысл, да, это осмысленное интересное действие, получить все-таки детальную картину того, как проходили преобразования и насколько они были велики. Изучение этого вопроса имеет также некоторую практическую значимость, не очень частый случай в нашей науке, который вообще занимается несуществующей реальностью, но тут эта практическая значимость есть, потому что для эпохи позднего средневековья, раннего нового времени русская история очень хорошо обеспечена массовыми источниками на уровне западноевропейских стран, существенно обгоняя большинство азиатских. У нас прекрасные земельные кадастры, великолепный учет населения, русские ревизии XVIII века – это, видимо, лучшая система учета населения, существовавшая в то время в мире. И, естественно, все эти замечательные данные по организации архивных фондов, по тому, как построены агрегированные данные, они все, естественно, привязаны к существовавшему в тот или иной момент административному делению, а между тем это деление довольно радикальным образом менялось. Теперь я немножко, если позволите, покопаюсь в деталях и расскажу об источниковой базе и о специфике работы с ней. Источниковая база в данном случае, естественно, будет, прежде всего, связана с памятниками картографии. Вообще, русская картография XVIII века долгое время была в загоне, она практически не изучалась. Да что говорить вообще, если посмотреть на труды, по крайней мере, по русской истории, то, за чем я слежу, очень редко появляются карты в работах историков, очень мало их, и вообще наша наука, учитывая предмет, удивительно не картографична. Ну, почему так получилось с русскими документами, с русскими памятниками картографии XVIII века? Говорю, если взять учебник по источниковедению, посмотреть на типы источников, то, конечно, именно на картографии меньше всего пишется за последние десятилетия, да, может быть, и столетия. Почему так? Причина понятная. И основные, наверное, две. Первая – недоступность памятников. Вот я еще застал самый краешек времен, когда планы генерального межевания были секретны. Не очень понятно, в чем был смысл секретить такую документацию, потому что, конечно, ну, если бы какое-нибудь враждебное нам государство пожелало их использовать при разработке своих военных планов, то, мне кажется, это следовало бы всячески приветствовать. Вот, но так или иначе, я еще помню времена, когда многие документы просто даже в архиве нельзя было получить в руки. Но даже когда они не были секретными или ДСП, все равно к ним было некое особое отношение, картографические коллекции были такими полузакрытыми, а уж получить копию, а работать с картой без копии крайне неуютно. Это была задача на грани невозможного. Второй фактор, который препятствовал активной разработке этого поля, другой. Он связан с тем, что просто создание современных карт и работа с историческими требует довольно специальных навыков. Современная картография основана на довольно зверской, по сути, своей математике, которая совершенно недоступна гуманитариям. Ну и, скажем, когда в Институте истории тогда СССР существовал сектор исторической географии, они должны были в штате иметь двух картографов и трех расчетчиков, насколько я знаю, которые рассчитывали провинции, а для обычного историка, у которого не было в распоряжении такого коллектива, создать какое-нибудь маломальски большое картографическое приложение к своей работе было почти невозможно. Так вот, на мой взгляд, мы находимся на грани неких перемен, некой эпохи перемен, потому что на наших глазах за последние буквально лет 10 оба фактора перестали действовать. Картографические хранилища в крупнейших собраниях открылись, и более того, поскольку многие из этих собраний сейчас осуществляют большие программы оцифровки, зачастую именно картографические фонды идут под оцифровку первыми и становятся очень широко доступными. Но не везде они выкладываются в открытый доступ, хотя, скажем, прошедшим летом отдел рукописей БАН под руководством Марии Владимировны Карагодиной совершил настоящий научный подвиг, полностью оцифровав и выложив в открытый доступ всю основную опись коллекции картографического департамента Академии наук. Это огромный прорыв на этом поле знания. Но и в других случаях доступность картографических памятников сегодня совершенно несопоставима с тем, как это было буквально лет пять назад. Второй же фактор, который начинает действовать, это то, что современные картографические программы, геоинформационные системы стали просты, доступны. Ну, как говорится, лично для меня было неким таким опытом, неожиданным открытием, когда мы начали сотрудничать с географами, с нашего географического факультета, я понял, что для них работать с ГИС так же естественно, как для нас работать с ВАРДОМ. И для них общение с помощью карт так же естественно, как для нас общение с помощью текста. Так вот, современная картографическая программа берет на себя огромную массу расчетов, да, она не так сложна, и позволяет человеку без специальной подготовки создавать вполне пристойные по качеству карты. Так вот, значит, теперь несколько слов об источниках базе, которая у нас есть. Она рассыпана между довольно большим количеством коллекций в Москве и в Петербурге, кое-что есть в регионах, но в целом русская картография еще в эпоху дореформы 1775 года, которая сломала существующее административное деление, уже создала корпус картографических памятников, который позволяет себе представить, как оно было дореформы. Вот, например, перед вами ландкарта Симбирской провинции Казанской губернии из того самого уже упомянутого отдела рукописи Библиотеки Академии наук. Как видите, она весьма детальна. Математическая точность ее, может быть, не так хороша, как хотелось бы, математическая основа. И все-таки это документ, с которым можно работать, можно найти все эти топонимы, все эти поселения. Искажения довольно велики, скажу честно. Вот обычно картограф первой половины XVIII века их иногда называют петровскими геодезистами. Это вот те работы, о которых упоминала Татьяна Леонидовна. Он проходит уезд одним инструментальным ходом, снимая все повороты, замеряя расстояние. А все остальное, у него есть в руках ревистский список поселений и, видимо, наносится на карту в режиме «А где то село?» А вот там. А сколько до него? До версту 30. А, значит, хочу обратить ваше внимание на картинку внизу. Это мои любимчики с карты Алатарского уезда, из того же БАН. Насколько я знаю, это единственное существующее русское изображение процесса создания карты в XVIII веке. Один из них, как вы видите, геодезист, он чертит карту, расчертив лист градусной сеткой, а второй астроном он размахивает градштоком. Следующий кадр, пожалуйста. Вот это все, к сожалению, за редчайшими исключениями хранится в архивах. Долгое время было не очень доступно, но сейчас, когда это становится доступно, мы понимаем, что общий объем коллекции очень велик. В частности, по большей части территории петровские геодезисты создали обычно несколько экземпляров карт. Особенно это стало ясно после того, как в последние годы была оцифрована и стала широко доступна коллекция библиотек Нассиональ во Франции. В свое время академик Делиль ведется активный спор среди специалистов, как с этической точки зрения оценивать его действия, они, мягко говоря, сомнительны. В свое время он вывез большое количество карт, предполагая, он был нанят Академией наук российским правительством для создания российского атласа, но, очевидно, он предполагал его в России не заканчивать эту работу, а вместо этого вернуться во Францию и издать атлас там. Во всяком случае, такие планы у него очевидно были. Поэтому во Франции также осталась довольно большая коллекция. Обычно геодезисты составляли два экземпляра. Один русскоязычный, вот вроде того, что вы видели, и другой, франкоязычный, это часть Казанского уезда. Следующий кадр, пожалуйста. Если говорить о той эпохе в русской картографии, которая начинается после реформы, тут, конечно, карт, планов разного рода намного больше, они в меньшей степени сосредоточены в центральных хранилищах. У нас появляется очень большое количество разного рода материалов. И вот, например, перед вами план Казанского уезда, составленный, видимо, вскоре после осуществления на территории Казанского края реформы 1775 года, вскоре после открытия Казанского наместничества, а возможно даже до него, потому что в наших хранилищах имеется некоторое количество примерных карт будущих наместничеств, которые должны были быть открыты со временем. И вот здесь мы видим интересный эффект. Таких карт довольно много. Кстати сказать, вот это из РГБ, но, сколь я знаю, в Национальном музее Республики Татарстан лежит целый атлас, который по оформлению очень напоминает тот экземпляр, который я нашел в РГБ. Если получится, у меня есть некоторая надежда в ходе этого визита туда сходить и попробовать на этот атлас посмотреть. Так вот, мы видим, что значительная часть границ проведена здесь в виде прямых линий. Граница вообще довольно сложный объект, она же как бы не существует на местности, в отличие от поселений, в отличие от рек, она до определенного момента, пока ее не размежуют, не проведут, не обозначат неживыми камнями и ямами, вообще существует только в представлениях людей. И вот здесь мы наблюдаем нечто, что внешне очень напоминает создание, скажем, границ штатов в Соединенных Штатах, там есть огромная целая отрасль науки, которая изучает историю границ, и из нее очень ясно видно, что граница чаще всего формируется каким-нибудь договором, она проходит по какой-то параллели, это еще не заселенная территория, и впоследствии сама эта граница становится важнейшим фактором становления инфраструктуры, землевладения и всего прочего. здесь как будто бы то же самое, хотя речь идет о населенной территории, видите, границы прочерчены по линейке. Следующий кадр. Вот еще один пример, это уже самый конец Екатерининского царствования, это РГИА, топографическая карта Симбирского наместничества, и вы видите, что здесь, хотя они и имеют в виду отчасти местные условия, но и здесь большая часть границ отрисована по линейке, разделяя определенные группы поселений. И еще следующее. А вот знаменитый российский атлас 1792 года, первый по-настоящему научный атлас всей империи, созданный в географическом департаменте с участием горного ведомства. И вот, посмотрите на Казанское наместничество, огромная часть границ тоже определена именно таким образом. Они не восходят ни к чему старому исторически сложившемуся отделению, они просто прямыми линиями разделили будущие уезды. Почему так? Понятно. Это произошло потому, что в основе самой реформы лежал довольно такой формальный строгий принцип. В уезде или округе, говорит Екатерина, должно быть от 30 до 40 тысяч ревистского населения. В губернии или наместничестве 300-400 тысяч. Соответственно, они взяли те карты, которые у них были, а я говорил, что карты эти были весьма несовершенны, и разделили их, как получалось. Но означает ли это, что новое деление возникало у нас примерно по тому, на основе того подхода, который мы наблюдаем, скажем, в Соединенных Штатах. Вот обращение к более детальному анализу этих документов показывает, что нет. И здесь есть два важных соображения. Первый, вот следующий шаг, следующий кадр, пожалуйста. Связан вот с чем. Даже в атласе Вильбрехта, даже на самом излете 18 века, математическая основа русских карт очень далека от совершенства. Причина понятная. Очень сложны астрономические наблюдения. Во-первых, у нас мало где есть морской горизонт, который бы позволял с высокой точностью определить широту. И уж совсем плохо с долготой. Расстояния огромные, перепады температур велики. Вы же понимаете, что для того, чтобы определить долготу в эпоху до телеграфа, необходимо взять два хронометра, один оставить, скажем, в полке, второй ввести туда, где вам нужно будет вести наблюдение, там найти горизонт по четкости приближенной к морскому, в момент восхода Солнца там и там в определенный день остановить два этих хронометра, привести их снова в Пулково, сравнить показания, в какой момент взошло Солнце. Естественно, тряска, перепады температур, несовершенные хронометры XVIII века, ошибки в определении долготы достигали сотен километров. Я проверял в свое время некоторые карты, там до градуса, ошибка в долготе по многим городам. Да и просто то, что далеко не вся территория еще по-настоящему снята, приводит вот к таким вещам. Вот я взял эту карту из Атласа 1792 года и аккуратно шаг за шагом используя карты XIX века локализовал, вот они показаны маленькими черными значками разной формы все приграничные поселения соответствующих уездов. Вот исходная карта и вот то, что у меня получилось. Выясняется, что вот эта замечательная прямая линия не только не является прямой, а зачастую не является и линией. Значит, облака поселений, отнесенных к каждому из уездов, зачастую все, не только не разделяются прямыми линиями, они зачастую бывают там и анклавы, просто прямые анклавы. И это при том, что еще не разделено землепользование прилегающих границ поселений. Соответственно, естественным образом, дело двигалось к тому, чтобы, то есть, в определенный момент Екатерининский уезд существует как бы как счетная единица. Это группа поселений, приписанных платежом и административной ответственностью к определенным старым или новым уездным центрам. Но это не территория в трогом смысле слова. И территория она станет только тогда, когда эти границы установятся, будут разведены губернскими землемерами, учреждение Екатерининское создало в губернии должность землемера и дало ему штат, это было их приоритетной задачей, и будут нанесены на карты уже со всеми тонкими изгибами, которые при этом неизбежны. Вот если Атлас 1992 года еще во многих губерниях, особенно в восточной части, европейской части страны отличается вот такой отрисовкой границ, то следующий кадр, пожалуйста, то Атлас созданный тем же ведомством под руководством того же Александра Михайловича Вильбрихта в 1800 году и отражающий реформу, которая была произведена Павлом Первым, уже, как вы видите, границы здесь намного точнее и положение их на карту показывает, что реальность отражена в них радикально лучше. Это результат некой перестройки, некой переработки того, что было сделано в екатериническое время. Ну, и поскольку я чувствую, что я выбегаю из времени, то я очень коротко покажу некоторые результаты этой работы. Следующий кадр. вот этого никто не видел. Существующие в литературе очертания уезда в Казанской губернии, существовавшие до Екатерининской реформы, известны довольно приблизительно. Здесь они восстановлены с той детальностью, я положил на карту Стрельбицкого 19 века, что моя заявка такова, что каждое поселение, существовавшее в то время, попадет в правильный уезд. Здесь, правда, не вся Казанская губерния, нет Пермской провинции, там довольно сложная система изменений, в общем, ее еще нужно доделать, чуть-чуть не готово. Остальные же провинции здесь показаны толстыми линиями, а цветами показаны соответствующие уезды. Следующий кадр. Вот поверх той же старой Казанской губернии положено новое административное деление. Вы видите, как решительно, например, порезан огромный Казанский уезд, объединявший в себе огромную часть бывшего Среднего Поволжья, как он превратился во множество новых, и как много новых городов, вот новые, ставшие городами, согласно губернской реформе, поселения, отмечены особым значком. Ну и, наконец, совсем уже заканчивая, последний кадр, о нем буквально два слова. Когда мы сопоставляем картину, получившуюся в результате Екатеринической реформы и закрепленную в атласе 1992 года с тем, что мы видим в атласе Павловского времени, 1800-го, в центральной части страны Павловская реформа очень проста. Несколько уездов в каждой губернии ликвидируются, их территории делятся между территориями прилежащих. Но это неверно по отношению к Среднему Поволжью. Здесь происходит глубокая перестройка границ, как бы компенсирующая то, насколько грубо и приблизительно они были проведены на первом этапе реформы. Здесь для Среднего Поволжья и для, скажем, Южного Урала правильнее говорить не об одномоментном введении нового деления, а о целом периоде, о схватывающем целую несколько десятилетий, даже четверть столетия, до постепенной утряски и становления нового административного деления. Спасибо. Продолжение следует...